Аспекты иностранных дел Это не просто геополитика, а вклад Турции в мировую науку, но, к сожалению, наши географические соседи не унимаются и постоянное агрессивное устремление в отношении Азербайджана в очередной раз со стороны Армении, а именно из Горийского района был обстрелен Талачинский район, что привело к смертям среди военнослужащих и ранениям. Уже это не первый раз за последнее время продолжается вот эта линия на агрессию и, возможно, пользуется с армянской стороны поддержкой некой миссии, так называемой гражданской, где очень много людей с погонами и при молчаливом согласии, если не сказать добре, происходят такие антиазербайджанские акции. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем им, конечно же, терпения, поддержки Всевышнего. Дай Бог, чтобы эти случаи не повторялись и нашим военнослужащим, которые круглосуточно несут дежурство, мы желаем, безусловно, выдержки, поддержки и наши сердца с ними. Сегодня с нами Замир Каражанов, политолог из Казахстана, Эльшан Меджидов, политический обозреватель. Ну, признаемся, что на такой ноте очень сложно, конечно, вести передачу, но уже передача объявлена. Мы сегодня продолжаем рассматривать вопрос Турции. Добрый вечер, Замир Бей. Добрый вечер. Эльшан Меджидов, политический обозреватель. Добрый вечер. Добрый вечер. Эльшан Малим, у нас первый вопрос к вам будет. Вот в последнее время Турция сделала качественный скачок в развитии науки, в частности, стремительным темпом развивается сфера технологий. И, естественно, здесь можно говорить о турецких беспилотниках, являющихся крупнейшим экспортером БПЛА в мире. И ТБ-2, эти БПЛА, они фактически изменили в целом стратегию ведения войны, а до конца 2023 года должно начаться массовое производство уже беспилотников Байрактар ТБ-3. И здесь же можно отметить самое крупное и многофункциональное судно-амфибии LHD «Анадолу», средства, произведенные группой автомобильных предприятий «ТОК», ну и другое. Вы также в этом плане планируете вывести из ангара национальный истребитель. Как вы прокомментируете вот эту информацию, эти данные? Это еще лишь небольшой такой, скажем, отсек того, насколько Турция продвинулась в технологическом плане. Да, Турция действительно продвинулась в очень серьезном технологическом плане, и мы это видели воочию, не только во время Второй Карабахской войны. Если помните, после Второй Карабахской войны в Акул была церемония, не скажем такая церемония, а мероприятие «Технофес», где мы видели последние разработки турецкого наукоемного отпуска. И если так посмотреть, то на мир, конечно же, в первую очередь мы видим турецкую военно-промышленную. Вы упомянули там байрактары, другие дроны. Можно сюда добавить, помимо байрактаров, например, беспилотные летательные аппараты АКНЧ, которые являются более подвинутой версией байрактаров. Сейчас Турция работает над пятым поколением дронов, значит, КЗЛМА, и одновременно с этим, с Великобританией, они работают над пятым поколением истребителей и бомбардировщиков. Все это является частью военно-промышленного комплекса, но одновременно с этим она также играет очень важную роль в коммерческом мире. Потому что если мы обратимся к истории, то мы увидим, что война и вооруженное, как бы так сказать, соперничество между разными государствами, она никогда не ограничивалась только лишь в военной сфере. Она всегда влияла и на коммерческую сферу тоже. Вот, например, НАСА, сейчас космическая программа и организация Соединенных Штатов Америки, она возникла для противодействия Советскому Союзу. И первые, так скажем, ракеты, которые впоследствии уже преодолели земное притяжение и вышли на околоземную орбиту, они с самого начала планировались как бежконтинентальные баллистические ракеты, которые должны были нести на себе ядерную боеголовку. Ильич Армайлим, вот вы затронули очень такой важный аспект, как раз советское время просто хотелось дополнить сразу, потому что именно противостояние между СССР и США, ну, можно сказать, между НАТО и Варшавским договором, как раз способствовало тому, что развивались технологии. То есть на фоне вот этой укрепления обороноспособности и военных действий возможных, а военные действия шли по всему миру под прикрытием каких-то между собойчиков, скажем, там, в Азии, в странах Африки и так далее. И как раз вот развитие науки, оно шло через эти рельсы. То есть ничего не меняется, в принципе. Да, ничего не меняется, да. То есть вооруженное противостояние это был стимул для развития науки и те разработки, которые они использовали в военной сфере, они потом использовали и в коммерческой сфере тоже. Приведу один самый распространенный такой пример, интернет. Интернет появился как ядерная программа для того, чтобы Пентагон мог взаимодействовать со своими базами по всему миру. Такое безопасное удаленное взаимодействие. А уже после того, как Соединенные Штаты Америки поняли весь коммерческий потенциал интернета, они начали его внедрять во весь мир. И таким образом теперь мы пользуемся интернетом, и именно посредством интернета мы сейчас подключились к вашей передаче. То есть мы видим, как военное политическое противостояние каких-либо государств и военно-промышленный комплекс, она способствует развитию науки, экономики и всего остального. Аналогичная такая политика мы видим и сейчас по отношению к турецкому военно-промышленному комплексу. Дабай-Рактары, Фесал-Эльма, Аханчи и так далее являются военными дронами. Но это как минимум говорит о том, что если Турция может создавать военные дроны, то получается, что она может создавать и коммерческие дроны. И в будущем вот этот сектор, он может стать приоритетом для Турции. И Турция может стать одним из главных экспортеров уже коммерческих дронов на весь мир. И с другой точки зрения, если вы, например, как я сказал, Турция вместе с Великобританией работают над пятым поколением истребителей, это говорит о том, что у Турции очень хорошо развита технология, ну если говорить по американской технологии, технология стелс, то есть невидимость. И вот эту самую технологию они могут использовать уже не только по отношению к бомбардировщикам и истребителям, но и другой технологии. То есть вот исходя из всего этого, мы видим, как одно плавно перетекает в другое, и таким образом у Турции есть очень большие потенциалы по всем направлениям. Помимо всего прочего, надо также сказать, что вот, например, в период пандемии Турция разработала свою собственную вакцину. Конечно же, она не такая популярная. Турковак, да. Она не такая, конечно же, популярная. Большинство стран мира пользовалось модерном, Pfizer, Sinovac и так далее. Но то, что Турция смогла сама создать собственную местную вакцину, говорит о возможности биотехнологии, биологии, панатонии, генетике и так далее. То есть это такое показатель. Вот, например, обычно говорят про китайскую подделку, да, в КНР. Но то, что китайцы могут создать подделку любой технологии, это на самом деле говорит о их возможности. Например, если бомбардировщик Б-2 упадет в какую-либо из постсоветских государств, ну, по большей части, да, допустим. Я не думаю, что из этого бомбардировщика эти государства смогут создать новый, так скажем, самолет из нуля четвертого поколения. А вот если китайцы это могут, и Турция тоже может, например, создавать на местном уровне вакцин или что-то еще, это говорит о многом. Ну, вы как раз заметили, что сейчас не только военно-промышленный комплекс. Давайте этот термин будем использовать и получает развитие в Турции, в целом и в мире тоже. Ну, а мы видим и развитие медицины, кстати, то, что вы говорили и про вакцину, там еще у турок был очень интересный аппарат для дыхательных путей, тоже новое слово, это было в мировой практике. И Замиру Каражанову сейчас обращаюсь, там еще хотелось бы отметить, вот в плане медицины, биологии, в Центре биологической медицины и геномных исследований в Измире, турецкие ученые разработали устройство для подсчета клеток с более высокими возможностями по сравнению с образцами, представленными на рынке. Вот непосредственно это устройство, оно вносит вклад в исследования, связанные с раковыми заболеваниями, в частности, при разработке лекарственных препаратов от рака. Вот вопрос такой, наверняка опыт Турции показывает, что сегодня геополитический вес стран любого государства зависит в том числе не только от политико-экономических успехов, но также развития культуры, образования и науки. Как вы считаете? Да, безусловно, это, скажем, наука и инновации являются такими определяющими факторами успешности страны. В принципе, мы это и сейчас видим, если посмотреть по странам мира, мы замечаем, что те страны, которые, скажем, достаточно активно инвестировали финансы в какие-то научные разработки, они достаточно конкретно способны даже в условиях каких-то кризисных моментов в глобальной экономике. Они достаточно очень хорошо и активно приспосабливаются к тем переменам, которые происходят в мировой экономике. Ну, конечно же, мы сейчас, допустим, говорим просто про экономическую ситуацию, да, но и в политике та же самая ситуация наблюдается. То есть, скажем, вот эта инновация, технологии, это рассматривается уже как один из факторов лидерства страны на глобальной арене. То есть, мы все видим, что страны, которые имеют достаточно высокий политический вес, как в мире, так и в своем регионе, это, как правило, страны, у которых достаточно неплохо развит инновационный сектор в экономике. И как раз вот то, что сейчас говорили мы буквально о военно-промышленных компаниях, да, действительно, мы должны признать, что как раз вот эта оборудованная сфера, она является одним из показателей, насколько развиты инновационные разработки в этой стране, потому что, как правило, вот оружие, современное оружие, высокоточное оружие, интеллектуальное оружие, да, оно, как правило, убирает вот самые лучшие наработки, которые имеются в стране, и их демонстрирует, да. То есть, мы, опять же, видим то, что за счет, скажем, инноваций усиливается военная составляющая этих стран. Кстати, вот этот момент, он очень хорошо проявляется, знаете, вот в случае с Южной Кореей и Израилем. Обе страны тратят где-то порядка 4% ВВП на НЕОКР, да, то есть научно-конструкторские разработки. И причем 4% это гораздо выше, чем их расходы на оборонную сферу. То есть, они даже, у них Министерство обороны получает меньше, как говорится, средств, чем, скажем, инновационные компании, которые работают в этих странах. То есть, мы, опять-таки, видим то, что за счет инновации, скажем, обеспечивается не только лучшая позиция экономики, там, ее конкурентоспособность, но даже обеспечивается обороноспособность самой страны. И ведь мы говорим не просто каких-то странах, да, среднестатистических, как Израиль и Южная Корея. Это, по сути, страны, которые находятся постоянно в состоянии ожидания какого-то конфликта, какого-то военного столкновения со своими соседями. Ну, то есть, что интересно за Мирбей, как раз вот то, что говорит Эльчан Меджидов, и вы, в принципе, опосредованно тоже это подтверждаете. С одной стороны, конечно, функционирует ВПК очень серьезно, как вы говорите, в преддверии войны, в ожидании, тем более, сейчас формируется новый мировой порядок, и мы видим геополитика турбулентна, реально турбулентна, и она никак не выходит этого состояния, и вряд ли в ближайшее время мы увидим какую-то нормализацию в этом плане. Но, с другой стороны, как раз здесь получается, вот даже если провести вот эту аналогию, то, что Эльчан Меджидов говорил, с интернетом, то есть, начинается с ВПК, а затем уже это может переходить и на коммерческую основу. То есть, фактически, вот те же технологии, они потом могут использовать, а даже и в военное время, скажем, ну, не обязательно в своей стране, а уже в коммерческих целях, для того, чтобы их использовать уже там в производстве или, скажем, ну, вот посредством социальных сетей, либо в какой-то другой сфере. Да, безусловно, такая связь, конечно же, есть, и поэтому даже вот вы заметили, да, то, что есть такое понятие, как продукция двойного назначения. То есть, имеется в виду продукцию, которая может использоваться и в мирной, как говорится, в сфере, да, и в военной сфере. Почему? Потому что многие технологии, которые используются в такой продукции, они носят, опять-таки, двойной характер, да, и поэтому мы и говорим, что иногда вот то, что вот те разработки, которые используются военными, она может применяться в гражданской сфере. Но надо и отметить, что и обратно имеется эффект, да, скажем, продукция, которая создавалась именно для гражданской сферы, иногда внедряется и в военную область, да. Кстати, вот один из таких примеров, это, наверное, вот беспилотники, которые, честно говоря, прежде всего, как говорится, начинаются, как раз вот в гражданке, имеется в виду, вот, как авиамоделизм, да, то есть те же самые технологии, которые использовались в авиаспорте, да, вот они начинаются уже в последующем внедряться и в военную сферу, и показывают там гораздо более эффективность, больше эффективность, нежели, скажем, предыдущие образцы, которых использовался, ну, скажем, человек-пилот. То есть такая продукция, она оказывалась более эффективна в плане того, что меньше людские потери шли, и в то же время вы сами поймаете, самолет, который беспилота, он может летать в воздухе чуть ли не 24 часа, а то и больше, да, нежели человек, этот, самолет, управляемый пилотом, потому что есть такой человеческий фактор и усталость людей. И мы сейчас только говорим о беспилотиках, но ведь сейчас речь еще идет о еще одной интересной в правоорудованной сфере, это искусственный интеллект, да, то есть внедрение вот этой, как говорится, разработки в этой сфере, они могут произвести революцию буквально в разных отраслях экономики, не только, скажем, в военной сфере. Это, и вот, как вы говорили, медицина, одна из таких направлений, которые представляют интерес в плане внедрения искусственного интеллекта. Мы, допустим, можем говорить об урбанизации, это тоже такой тренд, который уже идет, уже, ну, несколько столетий просто идет, да, то есть он просто наращивается последние годы. Так вот, скажем, когда говорят об умных городах, это тоже подразумевает не только, скажем, электронную начинку, но, прежде всего, конечно же, уже на нынешнем этапе говорится о том, чтобы внедрять какие-то элементы искусственного интеллекта для того, чтобы управлять жизнью таких городов и, скажем, какими-то миграционными потоками, которые охватывают сам процесс урбанизации. То есть, на самом деле, если так разобраться, здесь достаточно широкое, в современном мире достаточно широкие возможности и перспективы для применения инноваций, да, то есть это буквально электроника и инновации, они окружают повсюду людей, да, то есть даже дома, в принципе, и уже, мы уже сталкиваемся с продукцией достаточно инновационной, да, которые могут самостоятельно что-то делать, либо которые могут программироваться. Неимоверные, возможности неимоверные, конечно, мы даже, вот вы сказали, умное село, умный город, мы это видим на примере территорий, освобожденных территорий от армянской оккупации в Карабахе, там, умный город, умные села, это фактически с новыми изысками, и здесь уже Азербайджан тоже говорит свое слово с точки зрения применения не только новейших технологий, скажем, уже опробированных, но и свои новшества уже тоже запускает, и мы это видим, и опыт Азербайджана уже по внедрению и развитию, в частности, в области зеленой энергетики, зеленой энергии становится и своего рода практическим воплощением идей уже и азербайджанских ученых, и сейчас по поводу искусственного интеллекта, кстати, сейчас уже идет даже такой разговор, чтобы как бы предотвратить вот развитие, дальнейшее там усовершенствование, чтобы там не терялись рабочие места и так далее, вот это сейчас обсуждается очень серьезно. Ильчан Меджидов, сейчас вот в продолжение темы, хотелось бы такой вопрос озвучить, ну, может быть, он чуть-чуть в ином направлении, но касается именно турецкой тематики, несколько дней назад президент Азербайджана Аль-Хамалиев подчеркнул, что успех Турции в производстве высокотехнологической продукции в оборонной и гражданской сферах промышленности стал возможность благодаря уму и таланту плюс труда турецкого народа при лидерстве Реджеп Таэпа Эрдугана. Что скажете в этой связи? Я абсолютно согласен с этой оценкой. Действительно, в период правления и руководства, значит, президента Эрдугана, Турция добилась очень больших лицов. Не только лишь в военной сфере, не только в политической сфере, но и в научной сфере тоже. Турцию начали, если говорить простым языком, уважать. Раньше она была всего лишь южным флангом НАТО. Сейчас это отдельный, можно так сказать, полис. Независимая страна, которая имеет свои независимые векторы внешней политики. Эти векторы внешней политики, они могут совпадать с позиций Соединенных Штатов Америки, могут не совпадать. В чем-то они совпадают с Российской Редерацией, в чем-то с Китайской Народной Испокой России, в чем-то с Израилем, Саудовской Аравией, США, Европейским Союзом и так далее. Но в целом это именно позиция и повестка Турецкой Республики. Это не какая-то повестка, которую Турция отражает, допустим, повестка США или НАТО и так далее. Всего это стало возможным только благодаря руководству Раджетта Эбердова. И поэтому Турция именно в его период стала действительно таким весомым фактором, системообразующим фактором, с которым нужно считаться. И вот исходя из этого, я считаю, что политика Турции должна быть усилена, уже не конкретно трудолюбием, мужеством, ресурсами Турецкой Республики, но и союзников тоже в лице, допустим, Азербайджана, в лице Казахстана, в лице Израиля, других туркоязычных государств, организаций фюркских государств и так далее. То есть все государства, которые являются идеологически, культурно, стратегически близкими друг к другу, они должны сплотить свои инструкции и помочь друг другу поделиться опытом, знаниями, научными разработками с тем, чтобы сделать друг друга более могущественными. Вот, например, Соединенные Штаты Америки, они сильны, их разведка или их возможности сильны, в первую очередь, потому что они, помимо того, чем они обладают, они еще и являются членами НАТО. А в НАТО каждое государство, каждое разведывательное, как так сказать, учреждение обменывается информацией. Таким образом, Соединенные Штаты Америки, то есть Вашингтон, со всех четырех сторон света, не только со стран НАТО, но и, допустим, такие страны, как Япония, Южная Корея, которые не являются членами НАТО, Израиля и так далее, со всех сторон туда потекает разведывательная информация. Это всего лишь один пример на примере, допустим, спецслужб. Но мы тоже самое можем сказать про науку емкую в Соединенных Штатах Америки. США является определенным ядром, куда стекается основной человеческий капитал, интеллектуальный капитал. Все талантливые люди хотят, учитывая американских университетов. Мы можем такое проделать, допустим, в нашем регионе, с Турцией, с Азербайджаном, с Казахстаном и так далее, инвестировать в наши образовательные учреждения, и потом, чтобы наши студенты, наши молодежь обучались в наших университетах, университетах друг друга, проходили обмен опыта, допустим, в летние школы и прочее, с тем, чтобы интегрировать отношения между нашими странами, между нашими обществами. И таким образом, как я сказал, делиться опытом, научными разработками, новыми идеями, инновациями, с тем, чтобы сделать нас и друг друга сильными. Как раз вот то, что вы говорите, Эль-Шамалим, хотелось бы вспомнить и девятый саммит ОТГ, который проходил в Самарканде, как раз та и отдельно вот был саммит, буквально недавно посвященный, тот же саммит ОТГ, но он был, не шел как десятый, десятый ожидается, он был, назовем его, неофициальный, с точки зрения того, что он должен был проходить в Шуше, но по известным событиям в связи с трагедией землетрясения в Турции, проходил именно в Анкаре, как раз обсуждались вот эти вопросы, связанные и с образованием, и даже еще на саммите, на девятом саммите, как раз президент Азербайджана подчеркивал необходимость, тогда было выражение, что вот правоохранительные органы, чтобы сотрудничали, вот этот вопрос, он действительно на сегодня становится очень важным, тем более, что вот барьеры, они будут все более и более сокращаться с точки зрения и таможенных аспектов, и налоговых льгот, и так далее, и в этом плане, конечно, вот те вопросы, что актуализируются, они выходят на поверхность, и тогда вот действительно вот все эти и научные разработки, и технологические, то есть работа и не только связанная с ВПК, мы видим, что турки в прошлом году очень много соглашений заключили с центрально-азиатскими государствами, о союзнических отношениях с Азербайджаном, конечно, можно говорить очень много, и здесь уже настолько это братские, дружеские, союзнические отношения, они уникальны в своем роде, что здесь что-то новое добавить очень сложно. Замир Экаражанов, вот то, что сказал Эльшан Меджидов, сейчас он затронул тему молодежи, как раз хотелось бы с вами обсудить и такой вопрос, что вот создатель БПЛА Сильджук Байрактар буквально недавно произнес, что для защиты своей независимости необходимо обладать высокими технологиями, но об этом мы сейчас и говорим. Другое дело, что он подчеркнул, насколько молодежи необходимо проявить себя, постоянно повышая знания, умения в этом направлении. И в свете сказанного как раз мы отметим, что и на вчерашней встрече Касыма Жумарта Тукаева и Ильхама Алиева актуализировался фактор молодежи. Что скажете в этом аспекте, в преломлении Казахстану, Турции, вот взаимоотношения между Казахстаном и Турцией, если пойти чуть глубже, внутри ОТГ, о чем говорит как раз Ильшан Меджидов? Ну, если брать, скажем, молодежную сферу, то есть молодежь, надо все-таки отметить, что, в принципе, вот если рассматривать Казахстан, то у нас, как говорится, средний возраст составляет 31-32 года. То есть, в принципе, у нас достаточно молодое общество, но недостаточно иметь просто, скажем, много молодых людей. Необходимо, конечно же, вот этот потенциал использовать и использовать как раз с расчетом на то, чтобы обеспечить рост экономики и ее устойчивое развитие. И здесь, конечно же, большое внимание придается тому, как это будут использовать вот эти человеческие ресурсы, которые имеются у нас в наших странах. То есть, самое главное, конечно же, это сделать, дать молодым людям хорошее качественное образование. Потому что мы сами понимаем, что экономика, которая есть, скажем, доля знаний высокой, доля интеллектуальной собственности, то есть такая экономика, она приносит гораздо больше доходов. Это видно даже не по национальным экономикам, это даже видно по отдельным компаниям. То есть, те компании, которые работают в инновационной сфере, у них капитализация очень высокая. Они очень быстро развиваются, и они очень быстро встают на ноги, они очень быстро становятся лидерами. И вот этот случай, вот этот пример, если брать на национальном уровне, то он будет приносить точно такой же эффект. Мы это видим даже и по другим странам, допустим. Страны, которые 30 лет назад начали, скажем, инвестировать в инновации, инвестировать в образование, вы инвестировать в молодежь, они за эти 30 лет добиваются очень достаточно хороших результатов. То есть, у них, скажем, объемы ВВП росло, то есть, темпы роста среднегардовые очень достаточно серьезные были. Граждане этих стран, они были востребованы в других странах, скажем, в той же США, в той же Кремлевой долине. То есть, здесь вот такой фактор присутствует. И поэтому, когда мы сегодня говорим о молодежи, конечно же, первое, что должны понимать, что эта молодежь должна иметь хорошее образование, качественное образование. И вопрос состоит в том, как обеспечить доступ этой молодежи к качественному образованию. То есть, состоит в том, чтобы как можно больше молодых людей было охвачено этим качественным образованием. И здесь, конечно же, есть определенные точки соприкосновения между нашими странами. То есть, здесь, конечно, убираются вопросы и в реформу образования. Но есть у нас еще, знаете, такой момент, как обмен студентами, то есть, предоставление каких-то грантов. Это тоже один из инструментов, как обеспечить доступ молодежи к качественному образованию. То есть, вы имеете в виду именно культурно-гуманитарные мосты? Обмен? Да, наверное. Здесь, наверное, кстати, и туристический формат тоже можно использовать, скорее всего. Сейчас туристический момент, что имеется в виду, что даже вот есть такие предложения проводить, скажем, конкурсы сочинений. Там, скажем, в Казахстане, там мое видение Азербайджана, в Азербайджане мое видение Казахстана. И там поощрять победителей уже вот такими туристическими поездками. То есть, опять это идет через сферу образования. Да, есть еще более точный термин, связанный с миграцией, да, то есть, это образовательная миграция. То есть, сейчас вообще тренд такой наблюдается в мире, что именно люди, которые, скажем, находятся, ну, имеется в виду иммигранты, да, и цель этой миграции, скажем, получения образования, то есть, вот эта доля людей, она в мире постоянно начинает увеличиваться. Это во многом связано с теми тенденциями в глобальной экономике, где действительно есть большой спрос на образование, с одной стороны, и большой спрос на специалистов, с другой стороны. То есть, вот эти два фактора, они очень сильно определяют образовательную миграцию. И, по идее, вот когда мы сейчас обсуждаем вопросы сотрудничества, вот, допустим, между Азербайджаном и Казахстаном, или, скажем, вопросы сотрудничества на уровне ОТГ, да, мы должны просто понимать, что вот эта образовательная миграция, это еще один из факторов, который можно использовать для того, чтобы стимулировать рост инновационной экономики в наших только язычных странах. То есть, имеется в виду стимулировать это, то есть, имеется в виду снимать какие-либо преграды на пути тех людей, которые хотят получить это образование. То есть, обычно это делается посредством поощрения, посредством каких-то грантов, посредством снижения административных барьеров, посредством того, что Министерство иностранных дел, сами государства, начинают договариваться с администрацией вузов на то, чтобы, скажем, упростить порядок поступления вот этих студентов. То есть, фактически какое-то поощрение, поощрение интеллекта, поощрение образовательства. Поощрение и упрощение. Да, да, да. Мы говорим об образовании и чуть-чуть можно затронуть в преломлении к Турции вот этот момент. С конца 2022 года исследователь Джанан Аксой стала первым турецким и мусульманским ученым, преподающим историю Османской империи турецкого языка в Ватикане, а именно в Папском Восточном институте. По ее словам, она постарается передать подход турецкой стороны к истории и международным отношениям. То есть, если очень внимательно проанализировать сказанное, это своего рода уникальный момент. И даже вот ректор этого Папского института говорит нам, у нас учатся христиане, и очень интересен взгляд серьезных специалистов. То есть, фактически, вот то, что отмечает Замир Каражанов, именно вот интеллект, именно знания, именно вот этот образовательный формат, они становятся двигателем фактически достижения той или иной страной своих определенных целей. Во всяком случае, вот в Ватикане преподавать именно турчанки, именно мусульманки, историю Османской империи и турецкий язык. И причем для христиан это тоже нечто уникальное и говорит о многом. Конечно, я бы сказал бы не только лишь про научную и педагогическую составляющую, но и про его политическую составляющую. Например, я приведу аналогию с нашими соседями, с армянами. У них практически во всех западных университетах есть специальность армяноведения. И благодаря вот этой специальности они продвигают свою повестку дня. Они преподают там студентам, регистрантам и так далее историю армяния и прочие-прочие вещи и продвигают свои собственные идеи. И то, что турецкий профессор преподает историю Османской империи и Ватикане, это является очень прекрасным, таким ярким примером. Мы должны вдохновляться этим примером и открывать соответствующие специальности и в других университетах мира. Например, было бы прекрасно, чтобы в наших университетах, не только лишь в определенных государственных, но и большинстве наших университетов было, например, помимо турковедения, и, например, казахстановедения тоже было бы. Например, другие регионы тоже были бы. И чтобы мы вместе, допустим, в западных университетах открывали свои собственные специальности. Поскольку, если мы создаем вот такие специальности в разных университетах, ведущих университетах мира, американских, европейских, японских, китайских и так далее, мы как минимум каждый год готовим 10-15 бакалавров, 5-6, допустим, магистрантов. Это каждый год написаны курсовые работы, дипломные работы, статьи, магистовские диссертации, возможно, диссертации и так далее, которые уже впоследствии мы сможем использовать для того, чтобы наладить отношения между нашими государствами и этими государствами. Кто знает, возможно, эти люди, которые писали магистрские диссертации, допустим, про Казахстанно-европейские отношения, Азербайджано-американские отношения, турецко-китайские отношения, возможно, в будущем они будут работать в каких-либо мозговых центрах или в правительственных учреждениях. Именно так и создаются на основе личностных взаимоотношений будущие каналы связи, будущие, как бы так сказать, хорошие отношения, которые будут связывать нас с этими государствами. Кто знает, возможно, кто-то из них будет министром иностранных дел или депутатом, или, возможно, президентом этой страны. И таким образом у нас уже будет свои собственные представители, которые хорошо относятся к нашей стране, поскольку они знают нашу страну изнутри. Они изучали ее не по каким-то опосредственным учебникам. Они знают, например, нашу историю, наше видение и прочие-прочие вещи. Это является очень хорошим примером, потому что в Европе на Западе Турция относится довольно-таки враждебно. Они рассматривают Османскую империю как определенное зло, которое раньше хотелось захватить всю Европу. Хотя на самом деле самым мультикультуральным и всех империй, которые когда-либо существовало, именно в Османской империи. Столько свободы, особенно по отношению к христианским меньшинствам. Никакая другая европейская страна по отношению к мусульманскому меньшинству не предоставляла. Причем там именно было к армянскому населению особое такое. Там среди депутатов и министры, и генералы Паша их называли. Конечно, это факт исторический. То, что вы говорите, здесь еще важный момент в чем, что фактически образовательный фон становится начальной лестницей, если можно так выразиться, на определенных этапах, для того, чтобы уже продвигать и свои геополитические интересы. Вот, например, Мишель Фуко, это знаменитый, значит, философ, один из основоположников фонд-куртурализма. Иногда его предсчитают фонд-модельницам и так далее. Но это не совсем верно. Значит, он говорил, у него есть теория дисциплинарной власти. Согласно Мишеле Фуко, парламент, армия, полиция, президент и так далее, это не фундаментальные властные учреждения. Есть более фундаментальные властные учреждения, чем все перечисленные мной ранее. Какие есть основные фундаментальные учреждения? Это школы, это, значит, клиники, психиатрические клиники, церкви и прочее. Почему? Потому что именно в этих учреждениях закладывается основа человека. Именно в этих учреждениях людям объясняют, что есть добро, что есть зло, что есть истина, что есть ложь. И если в этих, допустим, учреждениях, допустим, церкви, когда я говорю церковь, подразумеваются все религиозные организации, допустим, если в религиозных учреждениях говорят, что, допустим, Турция или ислам является злом, то понятное дело, что у этого человека, который каждый воскресенье это слышал, у него не может сформироваться хорошее воззрение на ислам. Или, например, если в школах его учат о том, что, допустим, Османская империя хотела захватить всю Европу, что она учинила какую-то выношенную эпическую жизнь по отношению к армянам, если он это читает, то потом какие-либо аргументы вы этому человеку не предъявили, у него вот это детское восприятие уже воздействует на него, и очень трудно, значит, выбить из его сознания вот эту, так скажем, изначальную ошибку. И именно вот поэтому мы должны стараться на уровне софт-пауэр работать с разными университетами с тем, чтобы предоставить не нашу концепцию, а именно правильную историческую концепцию того, что представляет собой. То есть фактические реалии, вы говорите об исторических реалиях, доводите исторические реалии, и что здесь, конечно, очень важно, вот то, что говорит и Замир Каражанов, и вы говорите, вот образование, именно, скажем, обмен, да, обмен студентами, то есть, а плюс еще там то, что желающие есть учиться за рубежом, ничего как раз-таки отрицательного. Но другое дело, что, обучаясь там, ты становишься, да, в чем-то мировоззрение получаешь, там, новое, да, определенно, с другим окружением, но оставляя вот эти национально-духовные, культурные традиции своего народа, ты еще и доводишь эту информацию о себе. С другой стороны, те лица, которые обучаются в твоей стране, получают, конечно, возможность и знакомиться с твоей историей, знакомиться с людьми, и это приводит, с одной стороны, к взаимообогащению, а с другой стороны, это становится тем стержнем, который позволяет видеть в будущем в этих лицах, так сказать, людей, которые будут поддерживать твою политику. Ну, и еще один вопрос у нас к Замиру Каражанову, может быть, он чуть-чуть в другом направлении, но мы сегодня говорили о ВПК, мы говорили о медицине, биологии, образовании, культуре, сейчас все же небольшой аспект такой геополитики. В 2022 году Турция и Казахстан подписали соглашение о совместном производстве ударных беспилотников АНК. Что скажете в целом о взаимоотношениях и перспективах казахо-турецких отношений, как в двустороннем плане, так и опять-таки в контексте ОТГ, но уже в геополитическом контексте? Ну, если рассматривать взаимоотношения, скажем, Турции и Казахстана, то надо отметить, что эти связи, отношения, они достаточно активно развиваются, это даже заметно, знаете, вот по визитам, взаимным визитам президентов наших стран. То есть, естественно, конечно же, в рамках каждого такого визита подписываются документы, и по характеру этих документов можно уже понять, что идет процесс углубления этих взаимоотношений. Вот то, что вы сейчас говорили по поводу беспилотника, это, конечно, уже затрагивает так называемые военно-технические отношения между нашими странами, суть, которая состоит, конечно же, с одной стороны, производство такого инновационного продукта, как беспилотник, но с другой стороны, это как раз вот та сфера, которая будет очень сильно влиять на боеспособность и боеготовность казахстанской армии. И самое главное, сможет ли она отвечать современным требованиям концепции войны. Вот этот аспект, он как раз хорошо иллюстрирует взаимоотношения, как говорится, наших стран. Потому что, знаете, вопрос безопасности, это считается такой очень чувствительным вопрос в взаимоотношениях между другой страной. То есть, когда страны уже переходят от вопросов торговли, экономики, гуманитарного сотрудничества к вопросу, скажем, взаимоотношения в сфере безопасности, это уже говорит о том, насколько становятся отношения между ними достаточно крепкими и, как говорится, и вносит уже, наверное, характер стратегического партнерства, либо уже союзнических каких-то отношений. То есть, в данном случае мы вот наблюдаем вот такую тенденцию, которая наблюдается между Турцией и Казахстаном. Но, смотрите, и вот эти отношения, они, конечно же, постоянно углубляются. Поскольку мы сейчас затронули сферу науки, надо отметить такой момент, что, допустим, при участии Турции у нас создавался один из таких международных вузов, это вуз-университет, который находится в Туркестане, международный университет ЕСОИ. То есть, это в 90-х годах он появился, и это как раз один из таких вкладов Турции в образовательную сферу, то, о чем мы сегодня говорим. Так что, вот эти взаимоотношения, они все время у нас, в принципе, углублялись. И я думаю, что тот факт, что уже мы говорим о организации тюркских государствах, это уже говорит о том, что уже речь идет не только о взаимоотношениях на двухстороннем формате между нашими странами, но и взаимоотношениях уже на многостороннем формате, то есть, в сочетании уже партнерства с несколькими государствами, с которыми у нас есть уже исторические связи, как говорится, и интересы в разных сферах, экономика, торговля, то есть, то, что визит, который состоялся с президентом Азербайджана в Казахстан, он опять-таки иллюстрирует вот эту тенденцию, которая наблюдается в отношениях между, многосторонних между Турцией, скажем, между Казахстаном и Азербайджаном, и между Турцией и Казахстаном. То есть, здесь вот такая тенденция имеет место. И если смотреть, допустим, по беспилотникам, ну, здесь надо отметить тот факт, что Казахстан очень сильно проявляет интерес к такой инновационной продукции, допустим, как беспилотники, потому что, вы знаете, у нас, помимо Турции, мы подписывали разные другие контракты, которые были направлены на то, чтобы либо получить доступ к таким технологиям, либо попытаться производить, скажем, такого вида продукции внутри Казахстана. То есть, Казахстан просто заинтересован в такого рода сотрудничестве, в такого рода продукции, которая позволяет Казахстану уже отвечать требованиям современного, наверное, государства. Ну, это очень интересный момент. Даже вот сейчас, если память не изменяет, я надеюсь, что не ошибаюсь. Кажется, вот в Туркестане казахо-турецкий университет функционирует, и там, кстати, очень немало азербайджанцев обучаются, именно не только из Казахстана, а даже из Азербайджана туда приезжают учиться. А Туркестан сейчас становится одним из очень серьезных таких центрально-азиатских регионов и в конфессиональном аспекте. И поэтому вот такого плана как раз развития, ну, допустим, и науки, и образования, и то, о чем Ильчан Меджидев говорил, и то, о чем вы говорили, конечно, наряду и с ВПК, наряду и с вопросами взаимодействия разведок, спецслужб, в контексте обороноспособности, экономика, политика, культура и образование, естественно, это те сферы, которые вкупе и двигают вот взаимоотношения между странами, в частности, между Казахстаном, Турцией, Казахстаном, Азербайджаном и в рамках ОТГ. Напоминаем, что с нами сегодня были Замир Каражанов, политолог из Казахстана, Ильчан Меджидов, политический обозреватель из Азербайджана. Мы рассмотрели вопросы, связанные со вкладом Турции в мировую науку, рассмотрели с различных сторон, включая и ВПК, включая и вопрос обороноспособности, технологического прогресса, а также биологии, медицины и другие сферы. И мы начали сегодня, к сожалению, нашу передачу с констатацией факта, что очередные агрессивные устремления со стороны Армении против Азербайджана сегодня погибли в результате обстрелов со стороны Горького района Армении, Латчинского района, военнослужащие и ранены. Также военнослужащие, Аллах Рамет Алясу, но, как отмечал президент Азербайджана Ильхам Алиев, кровь наших шиидов не остается неотвченной. Следите за СИБИСИ, оставайтесь с аспектами иностранных дел, будете в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание.